Дорогие друзья, с вами программа «Вопрос служителю церкви». Мы сегодня вместе с вами, с нашим гостем, попробуем найти ответ на еще один присланный вами вопрос. Сегодня в гостях у нас служитель церкви Александр Турецкий. Очень рад в очередной раз вас здесь приветствовать. Здравствуйте, Владислав. Скажите, пожалуйста, вы человек семейный, но попытайтесь в двух словах описать свои отношения с будущей женой, ну с нынешней женой. А вот до брака какими они были? Что вы порхали на крыльях? Вы знаете, действительно, я должен это отметить, что мы встречались с моей супругой более 9 месяцев, где-то почти 10 месяцев мы с супругой встречались до того, как мы были обвенчаны в церкви. У нас не было ни одного конфликта. Ай-яй-яй. Ни одного конфликта. То есть прям непрекращаемое счастье такое, эйфория. После заключения брака, когда началась рутина семейных отношений, конечно же мы узнали и другие стороны своих характеров. Вам кто-нибудь говорил, что вот на небе есть такой трон, на котором сидят только те, кто никогда не ссорился, и он до сих пор пустой? Пока нам этого не говорили. А то говорят, бывает такое перед свадьбой. Но мы думаем, что этот трон все равно кто-то займет. Да? Я не видел таких людей. И сегодняшний наш вопрошающий, видимо, один из таких, или кандидат. Значит, ситуация такая. Вот этот человек спрашивает. Мы постоянно ссоримся с любимой девушкой. Как исправить ситуацию? Казалось бы, это противоположность. Нонсенс вообще. Они любят друг друга, но постоянно ссорят. Не знаю, друг друга или нет, но во всяком случае он ее любит. Она любимая девушка. И он с ней ссорится. Как можно ссориться, если она любимая? Ну, по всей видимости, современная молодежь может достичь таких высот, о которых наши отцы могли только мечтать. То есть это мы не совершены в том, что мы так не умеем, да? Конечно же, вопрос, который поднимает молодой человек, это вопрос из разряда конфликтологии. Конфликты, которые являются частью, неотъемлемой, к сожалению, частью взаимоотношений между людьми, порой помогают нам, наоборот, выкристаллизовать что-то ценное и важное и, наоборот, подчеркнуть негативные качества нашего характера. Поэтому, прежде всего, хотел бы, если это возможно, немного успокоить нашего зрителя, сказать, что конфликт – это не всегда плохо. Очень важно, чтобы эти конфликты были, так называемые, управляемыми. Почему? Потому что развитие конфликта под определенной схемой он может быть именно положительно воспринят, с него могут быть сделаны выводы, и он может быть позитивным в итоге. Почему? Потому что он обучает людей модели поведения, которая впоследствии уведет их от развития подобных конфликтов. Особенно, значит, получается так, если это до брака, то вообще хорошо получается. По крайней мере, они увидели себя в том амплуа, которое могло бы их очень сильно разочаровать после брака. Очень сильно. Я помню историю супружеской пары, которая праздновала золотую свадьбу. Они прожили 50 лет. Старички, седовласы. Приехало большое количество родственников, друзей. Сидят за столом, радуются. И журналист из местной газеты, узнав о столь знаменательной дате, приехал тоже на эту свадьбу, чтобы почтить молодожен. И решил взять у них интервью. Он подсел к ним и спросил у дедушки, скажите, пожалуйста, поделитесь с молодежью залогом успеха в семейной жизни. К сожалению, сегодня так много разводов, так много огорчений в семейной жизни. Каким образом вам удавалось решать эти проблемы? Вы, наверное, никогда не ссорились? На что дедушка ответил. Дело не в том, что мы не ссорились, а дело в том, что она мне очень много прощает. Эта история напомнила мне другую ситуацию, которая произошла в древнем Китае. В одном месте жила семья, большая семья, состоящая более чем 100 человек. И у них в семье царил мир, любовь, порядок. Добрая весть об этой семье распространилась по всему Китаю, дошла даже до императорского дома. И сам личный император решил познакомиться с главой этой семьи. Он со своей свитой приехали в эту деревню и увидел, что в этой деревне действительно порядок, чистота, все на своих местах. Нет, казалось бы, даже причины для конфликта. Дети с уважением относятся к старикам, старики с терпением относятся к детям. И вот он подходит к главе семейства, к седовласому отцу, и спрашивает, «Старик, скажи мне причину счастья твоей семьи, чтобы я мог осчастливить весь Китай и сделать подобной твоей семье все семьи в нашем Китае». Старик взял лист, бумаги, долго о чем-то думал, и потом долго что-то писал. Свернул и говорит, «Когда ты вернешься в свой императорский дом, прочти это». Он приехал в свой дворец, раскрыл и прочитал лишь только три слова, повторенные сто раз. Эти слова, к сожалению, для нас с вами тоже известны и часто цитируемы, но так мало практикуемы. К сожалению, естественно. Любовь, прощение, терпение. Вот для того, чтобы помочь этому молодому человеку в разрешении конфликтной ситуации со своей девушкой, он должен осознать, что основа добрых отношений кроется в этом, в любви, в прощении и терпении. К тому же, если они готовятся к заключению брака, я хочу именно в это верить, что любые, прежде всего, отношения должны быть нацелены в будущее, это будет основой счастья их будущей семьи. Знаете, как-то подошел недавно ко мне человек, вот, говорит, женится, думаю, тоже, что посоветуешь вроде. Ну и говорит, вот у нас конфликты бывают. Не знаю, что дальше будет с нами. Я говорю, ну, умножь на 10 примерно. Будет вот после свадьбы. Вы же сейчас не равно в маску ходите. Если до свадьбы они ссорятся постоянно, сколько они будут ссориться в семье? Не является ли это тогда явным знаком, что расстаньте, зачем им участие друг друга? Конечно же, мы чаще сталкиваемся с такой ситуацией, когда люди до брака ведут себя очень галантно, с большим проявлением уважения друг к другу. Джентльминское. Да, заботы. Ухаживание. Не зря я это называю, да? Период ухаживания. Да, да, да. А после брака как будто бы подменили. Все изменяется самым риском. Вот в этом и проблема. Надо сказать, что конфликты, которые могут появиться в той или иной мере, даже на уровне еще во время ухаживаний, это, прежде всего, показывает наши реакции. И это очень важный момент. Важный момент для молодых. Они могут увидеть человека, его модель поведения в ситуациях, которые его раздражают, которые неприемлемы для него, которые являются для него откровенно неприятны. Вы можете увидеть модель поведения и быть готовым к тому, что эта модель поведения будет лишь прогрессировать. Для того, чтобы, может быть, глубже понять человека, как он будет реагировать на те или иные ситуации, стоит ближе познакомиться с его семьей. И мы говорим о том, что все люди, в принципе, они впоследствии моделируют модель поведения своих родителей. Яблоко от яблони, да, это из той истории. Итак, реакции, сами по себе, это неплохо, это хорошо. Человек, естественно, реагирует на какие-то вещи. Но вот вопрос, как он реагирует? Контролирует ли он себя? Его реакция, его решение конфликтной ситуации, являются ли они конструктивными? Что называется, позитивно-созидательными? Пытается ли он найти конфликт, решение конфликта? Или как страус прячет голову? Ладно, давай не будем об этом говорить. Или ищет поводы для конфликта еще бывает? Может быть. Вы знаете, сегодня очень развито такое состояние в обществе, как ирония. Все воспринимается на уровне хихи, ха-ха. И только достаточно мудрые люди понимают опасность такого положения. Мне, помню, рассказывал ситуацию из своей жизни один зрелый мужчина, который на всю жизнь запомнил поведение своего классного руководителя. Он, будучи подростком, среднего звена, над которым могли подшутить и посмеяться сильные в классе, и которого несерьезно, может, воспринимали девочки в классе. Он такой серенький мальчик, сидя за последней партой, качался на ножках своего стула. Это увидел преподаватель и так на него серьезно посмотрел. Он понял посыл преподавателя, но со своей стороны ничего не сделал. Продолжал кататься на своем стуле. Вдруг, ожидаемый результат, он со всей его маху падает на спину. Шум, грохот в зале. И реакция всей его класса. Все повернулись в ту сторону, где раздался шум. И, естественно, мальчик, лежа на полу, ожидал сейчас гром смеха, потруниваний и глупых шуток. Чтобы нейтрализовать этот эффект, чтобы не допустить такой развития ситуации, преподаватель, чуть ли не крича, он это свидетельствует, чуть ли не достаточно очень высоким громким голосом, призывает внимание всех детей, говорит, а теперь посмотрим все на меня, смотрим на доску, что я здесь пишу. И этот молодой человек тогда еще, парень, будучи лежа на спине в классе, для себя очень важный момент отметил, что сейчас он ожидал смех, ожидал шутки, ожидал оскорбления, а вдруг услышал крик преподавателя, все смотрим на доску, все смотрим на меня. Он защитил его как личность, он защитил его как человека. Спас авторитет. И, по крайней мере, не дал ему рухнуть на тех даже маленьких позициях, в которых он был. Этот мужчина сегодня, зрелый мужчина вспоминает эту историю своей жизни и говорит, как важно уметь взять удар на себя. Вот я бы порекомендовал этому молодому человеку, видя опять развивающийся конфликт и зная, как он реагирует, и предполагая, как девушка будет реагировать на те или иные события или поступки, быть настоящим мужчиной. Не просто подать стул и подарить цветы, а быть способным взять удар на себя. Понести часть ответственности за ту или иную ситуацию на своих плечах. Взять даже вину другого для того, чтобы разрешить конфликт. Я хотел бы в этой связи прочитать Евангелие от Луки, если вы позволите. Евангелие от Луки, 6 глава, 29 стих. Господь дает недвухсмысленное повеление тем людям, которые ищут решение конфликтных ситуаций. Давайте вместе прочитаем Евангелие от Луки, 6 глава, 29 стих. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, отнимающему тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку». Очень часто эти тексты воспринимаются как руководство в отношениях с врагами, явно открытыми врагами. Друзья мои, по-моему, эти тексты направлены и к тем, которые ищут мира в семье, в дружбе с теми людьми, которых мы называем любимыми. Получается так. Конфликт вроде бы нормально. Мы разные. Мужчины и женщины совсем разные. И то, что он возникает, это нормально. А вот как он развивается, в какой степени он происходит, насколько горячо, это уже может быть нормальным или нет. Тут уже от эгоизма. Вот мы еще, наверное, не использовали такое слово. Эгоизм еще же в корне. Но, допустим, я справляюсь со своим эгоизмом, вот дружу с девушкой, хочу с ней построить отношения. Но вот я воспринял такой совет. Нужно брать на себя ответственность. В обществе это больше так называется. Прогибаться под кого-то. Я раз прогнулся, два. Не сделаю ли я из нее в будущем просто страшное существо, которое будет использовать меня всю свою жизнь? Поскольку она поймет, кто здесь главный, с этого можно три шкуры снять. Хороший очень муж. Своим бездействием. Не воспитаю ли я деспота? Ну, вот такое действие какое-то, такое пассивное. Говоря о Китае, надо также вспомнить, что по статистике, лично не проверял, но по статистике есть свидетельство о том, что 80% синяков на лице у китайских мужчин оставили именно их жены. Вот, возможно, что-то из той сферы, о чем вы говорите. Китайских мужчин всех больше в мире. То есть самая большая мужская группа бита. Но китайские мужчины их воспитывают достаточно четко и агрессивно. И дело в том, что мы тоже сейчас несем ответственность за то, что мы сейчас насоветуем человеку, а ему правильным решением было бы, может быть, расстаться. Вот давайте как-то попробуем понять. Он пробует, он пытается конструктивно решать вопросы, но в каком случае он должен понять, нет, это все-таки не мой вариант. Я не смогу дальше бесконечно делать эту жертву, ничего не получая за ним. Я не могу сказать непосредственно об этом молодом человеке. Мы его не знаем. Естественно, да, потому что мы его не знаем, не знаем его ситуации. Может быть, он источник ссор вообще. Каждая ситуация очень индивидуальна, и необходимо погружение в эту ситуацию для того, чтобы понять источники конфликта и алгоритмы реакции, которые вызываются в той или иной ситуации. Я бы хотел сказать вот о чем. Есть небольшой самоопределяющий тест. Посмотрите честно на то, как эти отношения, отношения между молодым парнем и молодой девушкой, отношения в их дружбе влияют на них. Эти отношения развивают вас как личность? Они стимулируют у вас желание становиться лучше, добрее, достигать новых высот? Или они деструктивно влияют на вас? Или они понижают вас? Они задавливают вас? Они принижают вас как личность? Вам не хочется развиваться? Вам не хочется читать? Вам не хочется посетить какое-то интересное мероприятие, которое на вас бы позитивно повлияло? Как эти отношения влияют на вас как на личность? Они созидают в вас что-то прекрасное, великое, замечательное? Или наоборот, узурпируют ваши свободы? Они пытаются манипулировать вами. Конечно же, это очень примитивный, очень простой тест. Но если вы будете достаточно честны перед собой, то можно хотя бы ориентировочно ответить себе на вопрос, как эти отношения влияют на меня? И могу ли я изменить ход этих вещей? Могу ли я акцентировать ценность личности того человека, который обижают, или свои собственные? Это очень важно. К сожалению, молодые люди на протяжении долгих лет не ставили перед собой такую цель, как важность построения правильных отношений. Как правило, в нашем обществе звучало все очень так. Все должно быть, как у людей. Если девушка не вышла замуж до 25 лет, то что-то здесь нехорошее, не в порядке. Что-то значит, она уже как бы старая дева, это уже проблема. Если молодой человек до 30 лет не женился, значит, какой-то он тоже не такой. Значит, болеет, наверное, или какие-то, может быть, другие проблемы, которые не позволяют ему создать семью. Вот все эти стереотипы влияли на людей так, чтобы быстрее, быстрее, быстрее. И из-за этого быстрее, к сожалению, Россия сегодня занимает четвертое место по количеству разводов. Хотя еще 15-20 лет назад у нас был под угрозой развода каждый третий брак, сегодня каждый второй. И эта тенденция, к сожалению, имеет положительную динамику. Количество разводов из года в год растет. И одна из основных проблем, причин развода, люди отмечают, это скоропостижность заключения брака, неосмысленного, неосознанного. Втором месте измена. Большая тема. К сожалению, время у нас ограничено и не можем мы... Много очень... Пока я вас слушал, столько вопросов еще появилось, которые бы хотелось обсудить, но, возможно, это отдельной могла бы быть программа. Но я все-таки хотел бы в конце нашей программы пожелать нашим зрителям и прежде всего себе слова, которые записаны в послании к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Апостол Павел, обращаясь к своим слушателям, говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Я думаю, что это важное послание для всех, кто ищет пути разрешения конфликтных ситуаций. Большое спасибо вам за ваше участие, за ваш ответ. Спасибо и вам, друзья, за ваши вопросы, за ваше внимание к нашей программе «Вопрос служителю Церкви». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин